День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часов. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. И продолжаем. А вот в прямом эфире сейчас у нас посредством Зума на прямую связь выходит с радио Болтком депутат Рижской думы от партии «Прогрессивная» Мирослав Кодис. Добрый день. Добрый день. Да, вчера у вас был очень напряженный день, даже вечер заседания Рижской думы затянуло, что, в принципе, неудивительно, поскольку обсуждался, наверное, ключевой документ для любого самоправления. Это бюджет города, он был принят. Мирослав, может быть, несколько слов о том, что, на твой взгляд, должны знать Рижане из этого многостраничного документа, может быть, с точки зрения реализации тех или иных приоритетов партии «Прогрессивные». Вот, может быть, с этого и начнем. Да, в этом году, то есть это бюджет этого года, 21-го, в этом году планируются расходы на больше, чем миллиард евро. Основные приоритеты этого года – это социальная сфера, то есть будут подняты зарплаты в социальной отрасли. Это детские сады, будет более тысячи мест дополнительных найдено для детей в этом году. Также планируется рассматривать вопросы строительства новых детских садов, либо поиска помещений. То есть детские сады – это тоже будет один из приоритетов этого года. И третий приоритет – это инфраструктура, то есть на это будет тоже выделено достаточно денег, чтобы, например, в этом году уже закончить наконец-то мост Деглова. Будет продолжен ремонт и реконструкция моста Брасла, на это тоже будет. Мы вчера проголосовали, чтобы взять дополнительные деньги в заем. Также вот будет более двух миллионов, скажем, выделено на внутриквартальные ремонты. То есть инфраструктура – это вот одна из важнейших тоже частей, на которые в этом году будем тратить деньги. То есть, в принципе, я доволен бюджетом, и депутаты довольны бюджетом, потому что на все сферы необходимые будет выделено финансирование на образование 400 миллионов, скажем, на 11 миллионов, на окружающую среду, на культуру, на социальную, я уже сказал. То есть, в принципе, бюджет хороший, и надеюсь, конечно, что все удастся, все, что запланировали. То есть, в принципе, вы доволен, несмотря на то, что мы знаем, что общая доходная часть бюджета уменьшена по понятной причине, в связи с уменьшением вот этого процента отчислений бюджета самоправления подоходного налога с населением, вот все равно, в принципе, это не самый плохой бюджет, да? Это не самый плохой бюджет, да, правильно, как вы сказали, сейчас немножко будет перераспределяться, и по-другому перераспределяться подоходный налог с населения, то есть больше будет уходить в государственную часть, меньше в самоуправление, но тем не менее, если я не ошибаюсь, это примерно на 40 миллионов, что ли, сократит бюджет, но тем не менее, вот за эти три месяца и мэр, и его команда, и депутаты искали возможности где-то найти недостающие деньги, не удалось, конечно, полностью найти, но, скажем, как один из инструментов, это предыдущие кредиты, которые есть у Рижской думы, их немножко получилось перекредитовать, если так можно сказать, и на основе этого получить меньше процент, и, соответственно, меньше выплаты будут, и вот уже какие-то миллионы мы выиграли, а Рига Сатекс, чуть меньше будет дотация, и вот какие-то еще другие вот такие вот были проделаны работы, чтобы найти вот эти недостающие миллионы, поэтому, в принципе, бюджет, да, бюджет миллиард, что, в принципе, очень хорошо для Риги. Есть ли какие-то вещи, которые, в принципе, ну, не знаю, и для тебя, и для депутата, и для партии прогрессивные были очень важны, но вот все-таки не удалось еще пока бюджета этого года заложить? Ну, конечно, у нас планы, и мы шли на выборы, и вообще планы у нас, и идеи грандиозные, это, в принципе, наши приоритеты, это, конечно, окружающая среда, это жилье, это социальная сфера, и вот оба комитета, и по социальным делам, и по окружающей среде, и по жилищу, это как раз под партией прогрессивной, то есть наши, мои однопартийцы, руководят этими комитетами, это наши приоритеты, я сам зампредседателя в комитете по транспорту, поэтому особое внимание уделяю на транспорт, на инфраструктуру, на сообщения, на общественный транспорт. Безусловно, хотелось больше, но мы понимаем, что нельзя все и сразу, у нас впереди еще 4 года, чуть больше с хвостиком, поэтому по чуть-чуть будем делать, но в любом случае, как я сказал, то, что один из трех приоритетов, это социальная сфера, это уже хорошо, и инфраструктура, конечно, это и мосты, и дороги, то есть вот это тоже приоритет в этом году, так что я считаю, что это хорошо. Что касается транспорта, действительно, вопрос, ну, точнее, даже дорог и мостов, мы знаем, в каком состоянии у нас по меньшей мере 3 моста, вот исходя из того, что все-таки деньги выделены в частности на мост браться, будет браться кредит, есть ли какие-то планы, надежды, что весной, когда погода это позволит, что все-таки ремонты возобновятся, и они будут идти, ну, не знаю, более быстрыми темпами, чем это было до сих пор? Да, ремонты, в принципе, если брать мост Деглова, то там ремонт происходит и сейчас, зимой, те, кто переезжает через этот мост, уже заметили, наверное, что сейчас закрыли одну полосу, открыли другую, то есть зимой было по-другому, до этого было по-другому, движение было по другой полосе, сейчас уже вторая часть ремонтируется, мост Деглова должен быть закончен до осени, то есть до сентября, так департамент транспорта, по крайней мере, это обещает, будем за этим очень следить, потому что действительно мост Деглова был закрыт много лет, там были скандалы, и нового нашли, новую фирму пришлось выбрать, которая будет ремонтировать, ну, надеемся, вот на это деньги есть, все есть, то есть, в принципе, все условия сделаны для того, чтобы этот мост закончил, так что я надеюсь, что с этим мостом мы, как бы, закончим и забудем этот, по крайней мере, этот мост на какое-то время. Что касается моста Брасла, то он должен по планам быть закончен до лета 2023 года, то есть еще два с половиной года, но там действительно немножко посложнее ситуация, чем с Дегловским, там он более такой в худшем состоянии, там и трамвайная полоса тоже идет по нему, поэтому займет большее время, но деньги на это тоже есть, вчера, как я сказал, 10 миллионов, чуть больше, по-моему, будет взято в кредит именно на конкретный мост, так что это тоже будет. Также островной мост в этом году, вот вторая часть должна быть закончена, и уже должна, мы в этом году должны, наконец-то, взяться за восточную магистраль, то есть эта идея в будущем, это чтобы соединить, скажем, Южный мост и вот новый мост, который идет с Милгрависа, вот эту дорогу, вот это восточную магистраль должно соединить, уже в этом году начнутся первые работы, так что я надеюсь все-таки, что будет действительно двигаться вперед. Что касается, если из больших мостов брать, то следующий на очереди это Вантовый мост, то есть как только островной мост будет закончен, возьмемся за Вантовый мост, может даже уже в этом году начнут делать проект реконструкции, потому что, ну, действительно, Вантовый мост уже требует ремонта. Да, что касается вопроса, который вызвал, естественно, горячие дебаты, и ожидаемые, это по поводу зарплат депутатов, с одной стороны, если объективно посмотреть, действительно, зарплаты депутатов Рижской Думы были, ну, весьма скромные, ни в какое сравнение не входит вот с депутатами Сейма или тем более министрами, с одной стороны, с другой стороны, но все-таки у нас депутаты Рижской Думы, кроме мэров и вице-мэров, неосвобожденные, то есть они могут работать на своей основной работе. Вот такая вот, наверное, была дилемма, я думаю, что и у вас, как у фракции прогрессивной, что делать? Все-таки я так понимаю, что большинство депутатов коалиции склонилось к тому, что надо повышать, и вызвало, естественно, дебаты и споры с оппозицией, вот, может быть, несколько слов об этом. Что касается зарплат, то очень много псевдоинформации кружится и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. По закону депутаты не поднимают себе зарплаты. Мы не решаем, какой будет у нас уровень зарплаты. То есть это в законе, и это и касается и министров, это и касается других чиновников, скажем, госконтроля и так далее. То есть уже несколько лет назад был принят закон, который регулирует эти зарплаты. И по этому закону каждый год 1 января зарплата пересматривается в зависимости от средней базовой зарплаты по стране. Вот эту базовую зарплату устанавливает Центральное статистическое учреждение, и поэтому, в принципе, мы не регулируем, и мы не поднимаем себе зарплату. Так что, наверное, вот это как бы то, что именно в прессе было некорректно, что мы поднимаем себе зарплату. Нет. Что мы можем делать? Мы можем... То есть зарплата поднимается автоматически каждый год 1 января, как я сказал. Что сделали, скажем, министры, и что сделал парламент? Они заморозили просто. То есть они приняли такое решение, что 1 января автоматически у них не поднимается. Сэм это принял на время всего созыва, то есть до 2022 года, министры на год. Но очень долго у нас тоже это обсуждалось, что же с этим делать. И, по крайней мере, так команда Мэрона и сказала, и мы так обсуждали, что процесс, если сейчас заморозить, то нужно будет когда-то это размораживать. И процесс разморозки на самом деле более болезненный и будет принято, скажем, через год, через два, если мы будем возвращаться к этому закону и придется в 2-3 раза сразу, чтобы зарплата поднималась. Поэтому мы просто решили, что мы ничего не делаем. Она автоматически поднимается. Для простых, скажем, для депутата, которые просто... Ну, и давай депутат, да. Это 58 евро в месяц. И, ну, что мы можем, что депутаты могут. Депутаты могут поднимать зарплаты учителей, педагогов, социальных, делать доплаты. И это мы сделали, скажем, 70 евро нянечкам подняли, да, в детских садах. Они будут получать на 70 евро больше уже вот сейчас с января. В социальной работнике примерно 70 евро будут больше получать. То есть вот это те зарплаты, на которые мы можем влиять, и мы их поднимаем. А зарплаты депутатов, как я уже сказал, это регулирует закон. И что вы сказали по поводу работы, да, действительно, закон позволяет депутатам Рижской думы заниматься и другими работами. И я так понимаю, что в предыдущем и до этого в созывах так и было, что многие депутаты приходили два раза в месяц в думу, нажимали кнопки и уходили на свою основную работу. В нашей, по крайней мере, в нашей фракции партия прогрессивная уже изначально мы шли на то, что это будет работа 20 месяцев. Основная, да? У нас многие, кто ушли со своих основных работ. У меня конкретно нет второй оплачиваемой никакой работы. Я как бы и шел. Я даже был удивлен на самом деле, что кто-то собирается с чем-то соединять. Я конкретно сам шел на то, что я, ну, Радума, это и есть. Я все свое время посвящаю Думе, потому что действительно дел там много. И как даже в моем комитете, где я состою в транспортном, много дел. На это действительно уходит много времени. Поэтому я надеюсь, что, да, я понимаю недовольство людей, но я надеюсь, что все-таки со временем мы докажем своей работой, что мы все-таки, ну, заслужили, наверное, или все-таки, ну, каждый, каждый этот евро. Что касается самой величины, ну, да, наверное, сейчас не время разговаривать об этом, но я, наверное, соглашусь, потому что зарплата депутата в Думе действительно намного меньше, чем и в СЭМе, чем и в Кабинете министров. И плюс еще, опять же, возвращаясь к этому закону, про который я сказал, там регулируется зарплата депутата любого самоуправления. То есть в любом, в каждом самоуправлении, в принципе, зарплата одинаковая. И у любого мэра зарплата одинаковая. Но давайте сравним Ригу, где живет 700 тысяч человек, где бюджет миллиард, то есть какая ответственность у мэра, у депутатов и какой-нибудь в глубинке маленькое самоуправление, где маленький бюджет, а зарплата как бы такая же, как у мэра Риги. Но это не время, конечно, сейчас об этом говорить, но со временем, я думаю, надо вернуться к этому. Да. Может быть, еще один вопрос, который я хотел задать. Наверное, часто сейчас его задают. Я понимаю, что время сейчас такое, когда невозможно до конца установить, как это все будет происходить. Я имею в виду вот этот эксперимент на улице Чака. Понятно, что сейчас не самое такое время, чтобы проверить, насколько много велосипедистов пользуются этой велодорожкой. Но мы видим, что, ну, к сожалению, пока это создало очень много неудобств. Те, кто едет по улице Чака регулярно, я в том числе вижу, что там заторы довольно большие. Ну, конечно, не какие-нибудь там часовые, но, в принципе, заторы есть и общественный транспорт тоже в них стоит. Действительно, улица все-таки, наверное, не предусмотрена для такого большого количества и транспорта, и велосипедов. Да, я согласен. Сейчас вообще, на самом деле, вот сейчас в данное время очень тяжело что-либо прогнозировать. И вот мы вчера тоже обсуждали, скажем, об открытии каких-то новых маршрутов автобусов или продления каких-то автобусов, маршрутов и троллейбусов. Но сейчас нельзя ничего прогнозировать, потому что количество людей действительно меньше используется общественным транспортом, нежели в нормальное время. Поэтому тяжело сказать, какой маршрут, насколько он популярен. То есть надо еще подождать, фактически, да? Что касается... Как просто? Да. Но что касается улицы Чака, то тяжело будет, конечно, нам точную, стопроцентную, как бы сказать, сделать какой-то вывод, насколько это удачно или это неудачно. Подождем, конечно, еще весны. Но что касается общественного транспорта, то это приоритеты. Общественный транспорт стоять в пробках не должен, то есть опаздывать он не должен. С этим я согласен, и конкретно вот это для меня большой показатель именно вот этот общественный транспорт, как он двигается. Но сейчас, по данным Рига Сатекс, мы большие... Ну, не большие, но заторы, скажем, у общественного транспорта происходят только вечером по направлению из Риги в Пуцинс. Это вот вечером 2-3 часа, то есть утром и днем проблем нет. Пробки, да, пробки на Чака были и раньше, поэтому я думаю, что нам нужно вообще в целом решать проблему пробок как таковых, появились ли они сейчас больше или нет. Есть специальная рабочая группа при департаменте транспорта, которая смотрит, как, может быть, по-другому отрегулировать светофоры, может быть, где-то запретить какие-то повороты, может, еще что-то, может, где-то, наоборот, открыть какие-то повороты. Вот специалисты над этим работают, чтобы вот именно разгрузить улицы Чака, но, как я сказал, да, общественный транспорт это действительно как бы такой вот красный звоночек, красная лампочка, если он опаздывает, тогда будет думать. Может быть, такой последний вопрос, вот, что касается помощи, ну, рижанам, в том числе, в пандемийное время, понятно, что, наверное, основная задача правительства обеспечить вот те или иные пособия, но что может сделать Рижская дума, я почему спрашиваю, недавно я увидел такой, ну, пресс-релиз или предложение проагрессивных о том, что надо бы, ну, делать какую-то доплату и на временную, и ежемесячную, вот, 100 евро на каждого ребенка в семье, наверное, для многих это было большое подспорье, особенно там действительно, где два или три ребенка-школьника, одновременно они учатся сейчас виртуально, значит, нужно закупать ноутбуки или айпэды, и, конечно, для них вот такая вот финансовая помощь была бы очень, кстати. ситуация со школами и ситуация с удаленным обучением, это, конечно, большая проблема, как я вижу, и то, что, скажем, государство приняло такое решение, что все сидят дома и учатся с дома, но то, что действительно у многих нету компьютеров даже, а если в семье два-три ребенка, у каждого свои уроки в свое время, то есть государство решило, что так будет, но помочь как бы здесь не помогает. Министерство финансов часто говорит нам все время, что вот есть пособия по простой, есть другие пособия, все это очень классно, но я сам сталкивался со всеми этими пособиями, получить их очень трудно, и действительно трудно, это нужно много бумаг подать, и не просто ты подал, и тебе дали это пособие, то есть тебе нужно отстаивать, что ли, что ты действительно подходишь на это пособие. И мы много тоже читаем в интернете случаев, когда людям отказывают в различных пособиях, потому что там очень-очень много разных критериев. Поэтому наша идея и наше предложение было такое, что выплатить по 100 евро за каждого ребенка, несмотря ни на какие факторы, несмотря на то, сколько там налогов было заплачено до этого, несмотря на то, работал человек там, мама, папа работали до этого или нет. То есть во многих странах мира были вот такие пособия, которые вот в данном случае, в этом ужасном кризисе, просто были выплачены людям и не смотрели на их условия, то есть насколько они там работали, не работали до этого. Потому что эти 100 евро, ну, как бы вряд ли, я думаю, 99,9, даже если не 100%, ну, никто не поедет на эти 100 евро отдыхать на Бали. Ну, это понятно, да. Работают дети все дома, это действительно тяжело, и государство должно помогать. Мирослав Кодиш у нас был на прямой связи, депутат Рижской думы, заместитель председателя комитета Рижской думы по транспорту от партии Прогрессивной. Большое спасибо за это интервью. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, потом мы еще с одним экспертом выйдем на связь, не переключайтесь. День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком.